Здравствуйте, с вами австралийский лицензированный иммиграционный агент Виктор Обчаренко. Сегодня видео будет записано в нескольком нестандартном формате. Я хочу сделать обзор изменений, произошедших на сайте инженеров Австралии. Сайт инженеров Австралии, engineersaustralia.org.au. Полностью поменялся дизайн. Соответственно, нас интересует подтверждение квалификации с целью иммиграции в Австралию. Ну, значит, вот вкладка. Значит, нужно понимать, что существует несколько вариантов для подтверждения квалификации, конкретно для инженеров Австралии, но мы будем рассматривать с ориентиром на заявителей с постсоветского пространства, и, соответственно, там имеются свои нюансы для подтверждения квалификации, как я об этом уже рассказывал. Значит, мы сейчас рассмотрим различные варианты иммиграции. Здесь есть отдельный раздел для того, чтобы понять, как иммиграционный агент может участвовать в процессе. Есть информация для тех, кто переезжает или обучается в Австралии. Есть дополнительные ресурсы для студентов. То есть нужно понимать, что после обучения в Австралии по инженерной специальности подтверждение квалификации и опыт работы будет на порядок легче. И также есть отдельный раздел для квизы Global Talent. То есть инженер Австралии является ведущей организацией в Австралии инженерной и, соответственно, они могут выдавать форму 1000 и подтверждать, что заявитель действительно является достойным кандидатом и кандидатом, который может выполнить требования для визы Global Talent. Отдельно вынесен раздел по стоимости всего процесса. Значит, соответственно, мы не рассматриваем вот эти типы квалификации, потому что это по согласованию, по договору между странами, между Австралией, допустим, и Соединенными Штатами, между Австралией и Ирландией принимаются к зачету, взаимозачету их специальности инженерной друг друга. Также мы не рассматриваем подтверждение специальности на основании диплома, полученного в Австралии. Нас интересует Competency Demonstration Report. То есть это как раз та большая часть заявителей, которая подается со стран постсоветского пространства, она как раз идет по вот этому направлению. Значит, обратите внимание, что имеется просто Standard Competency Demonstration Report без опыта работы, а есть еще Competency Demonstration Report plus Relevant Skill Deployment Assessment. И следует выбирать именно вот этот вариант. Есть опция для тех, у кого есть кандидатская или докторская, но также с опытом работы. Также инженеры Австралии предлагают Fast Track опцию. Обратите внимание, что до 30 июня 2023 они предлагают бесплатную опцию для тех, кто живет на данный момент в Австралии. Ну, в принципе, в первую очередь этот шаг облегчить процесс для граждан Украины, приехавших в Австралию. Значит, дополнительная стоимость, да, Fast Track, то есть ускоренное рассмотрение 315 австралийских долларов. То есть эта дополнительная сумма, она позволяет сократить подтверждение квалификации с 3,5 месяца до 1,5 месяца, что, на мой взгляд, весьма и весьма выгодно. Особенно в ситуации, когда штаты начинают набор заявителей, и у вас еще, допустим, нет на руках подтвержденной специальности в инженерах Австралии. Нас интересует, с чего начинать. Значит, прежде всего, необходимо понимать, что инженеры Австралии попытались максимально доходчиво расписать весь процесс подтверждения квалификации. Он состоит из шести этапов, но, по сути дела, необходимо выбрать ту категорию, о которой я уже говорил, да, то есть это Competency Demonstration Report, подготовить все документы, зарегистрироваться на сайте, подать заявку и дождаться результата. Так, значит, давайте посмотрим Assessment Pathways. То есть, они предлагают здесь небольшой фильтр и, да, и предлагают податься именно на CDR Pathway. Так, окей, хорошо. Значит, нас интересует теперь, где расположены документы для того, чтобы можно было подготовиться по CDR Pathway в новой редакции этого сайта. В отличие от предыдущей версии сайта, они разрезали основные документы, ну, на несколько частей. Значит, первый — это рекомендации по подготовке заявления. Значит, здесь кратко изложены требования по английскому языку и тем экзаменам, которые они принимают. Исключение, когда мне требуется английский язык. Варианты по подтверждению специальности. И информация касательно Competency Demonstration Report. Значит, соответственно, список документов, которые требуются для того, чтобы можно было подать заявление на CDR. Competency Demonstration Report вариант. Документ, то есть это первичная идентификация, ну, то есть паспорт, документы, подтверждающие изменения имени, если они были. Фотография паспортного образца, CV, подтверждение английского языка. Цветные копии квалификации, то есть сам документ о высшем образовании и приложение с оценками к нему. Вот она. Значит, стейтмент, подтверждающий, что вы продолжаете обучаться как инженер, то есть что вы изучаете специализированные сайты, вы читаете специализированную литературу, вы участвуете в различных тренингах и так далее. Три карьерных эпизода, примеры которых и разъяснения внизу, и сам рестейтмент на основе этих карьерных эпизодов. Значит, здесь приводится детальное объяснение, что из себя представляет карьерный эпизод, вам можно это будет изучить. По сути дела, это доклад объемом от 1000 до 2500 слов, описывающий ваше участие в каком-то инженерном проекте, снабженный графиками, формулами, фотографиями, если есть возможность. Он делается на английском языке и пишется заявителем самостоятельно. Сам рестейтмент, значит, относится, сам рестейтмент уникален для каждой специальности, потому что есть специальность professional engineer, есть engineering technologist, есть engineering associate и так далее, engineering manager. Так, окей, значит, давайте посмотрим в отношении письма, референсы, которые требуется предоставить от работодателя. Значит, здесь тоже все достаточно детально объяснено, что необходимо предоставить по крайней мере 5 служебных обязанностей персонализированных, тип работы, но обращаю ваше внимание, что минимальное количество это 20 часов в неделю, ставка оплаты сотрудника и так далее. Значит, дополнительно, ну, я бы сказал даже это основной документ, требуется предоставить документ от третьей стороны, подтверждающий факт получения вами заработной платы. Это может быть выписка из пенсионного фонда, либо это может быть выписка из налоговой, ну, справка 2НДФЛ, но с печатями налоговой, вот, либо разрешение на работу, если вы работали там в какой-то третьей стране, вот, подкрепленное официальными документами, показывающие факт того, что вы работали. Значит, для тех, кто работал сам на себя, вот, имеется отдельный раздел с информацией, которую необходимо предоставить. Она, в принципе, ничем не отличается, кроме того, что необходимо предоставить документы, касающиеся непосредственно самой структуры бизнеса, его организации и его регистрации. Так, двигаемся дальше. Давайте теперь посмотрим, какая информация должна быть отражена в сам рестейтмент и что это такое. Значит, при нажатии открывается отдельный документ, и, по сути дела, это сам рестейтмент. Здесь, как вы видите, три столбца. Первый столбик – это темы для вашего изложения, как в обычной школе, то есть изложения по темам. В среднем столбике вы описываете то, чему вы научились в рамках выполнения того или иного проекта в отношении вот этих компетенций. А здесь вы указываете номер того параграфа, допустим, где у вас это все было. Два, пять и три, два. То есть вы видите, это сквозная нумерация, то есть это четвертый абзац первого карьерного эпизода, пятый абзац второго карьерного эпизода и второй абзац третьего карьерного эпизода. Соответственно, необходимо использовать это все для того, чтобы можно было подготовить карьерные эпизоды и заполнить сам рестейтмент. То есть здесь имеются темы, по которым нужно писать карьерные эпизоды, и данная таблица должна быть заполнена по итогам. Ну, думаю, что ключевые моменты мы рассмотрели. Если будут дополнительные вопросы по этой теме, то мы можем сделать более развернутую видеопрезентацию на тему, как подтверждать квалификацию с инженерами Австралии. Благодарю вас за внимание. С вами был Виктор Овчаренко, австралийский лицензированный миграционный агент. Номер лицензии MARA 0964258. Проект осуществляется и подготовлен совместно с KIVI Education. Прошу обратить внимание, что вся информация, которая предоставляется в рамках видео, носит лишь ознакомительный и информационный характер. А если вам требуется какая-то персональная помощь или персональная рекомендация, пожалуйста, обращайтесь в рамках платной консультации, я с удовольствием вам помогу. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин